Когда же приходит то самое время, когда нужно выбирать, чем хочешь заниматься всю жизнь? В 10, 15 или в 23? Георгию Олейнику всего 8. Мальчик творческий, легко запоминает стихи и участвует в мероприятиях. Но сейчас он мечтает, нет, даже твердо решил стать военным летчиком, как дедушка. Мне хотелось хотя бы раз в жизни когда-нибудь полететь на самолете. Но у нас никогда не хватало денег, и вот у меня мечта стала. Мне надо очень хорошо изучить, учить уроки. Особенно надо учить физику, химию и математику. И физкультуру, чтобы быть еще и сильным. Родители Георгия не против такого решения сына. Даже поддерживают. Говорят, если он передумает и выберет другую профессию, не расстроится. И в любом случае будут уважать его выбор. Главное, чтобы это нравилось ему. Выбор профессии – это сугубо личное дело каждого человека. И главное, чтобы это нравилось человеку. Тогда он сможет себя реализовать в любой сфере. В центр профориентирования приходят как сами родители, так и дети. Взрослые хотят как можно раньше узнать способности своего ребенка, чтобы тот не ошибся с выбором профессии. Бывают и другие случаи. Родители настаивают на занятиях, к примеру, музыкой. Чаще всего это их не реализованные мечты. А вот ребенка тянет к точным наукам. В таких ситуациях на помощь приходят специалисты. Они помогают детям разобраться в реальных желаниях и возможностях. А взрослым объясняют – в этих случаях важно правильно направить ребенка. Мы говорим сначала с родителями, а потом родителя просим уйти. Потом говорим индивидуально с ребенком. Работаем с ним, потом встречаемся все вместе. То есть родитель не присутствует. Понимаете, когда бывает родитель уходит, и такие вещи открываются, что и тестировать, может быть, и не надо много. То есть вот это вот, почему мы, ну, как вам сказать, почему дистанционная форма не работает часто, да? Ведь методик хватает в интернете. Но получаются противоречивые результаты. И только специалист, да, имея вот этот запрос, правильно сформулированный, может объективно оценить этот инструментарий. Специалисты центра с учениками будут работать по индивидуальной программе. Как показывает практика, порой хватает и одного занятия, чтобы выявить лучшие качества детей и в какой профессии они могут пригодиться. Целевая аудитория центра – ученики с 14 до 16 лет. Это как раз тот возраст, когда, по сути, дети и должны определиться, кем же они хотят стать. Когда человек работает согласно своим задаткам и способностям, у него карьера очень хороша. Он получает удовлетворение от работы. Он горит, и от этого большой плюс не только ему лично, но и области, и всей стране, и вообще всей земле, всем землянам. Когда же человек занимается нелюбимым делом, и он каждый день идет туда, но с таким напрягом, у него нервный срыв – это как самое маленькое. Подобные центры были популярны во второй половине прошлого века. Точнее, тогда они только появились и пользовались спросом. Позже, буквально лет 10 назад, они прекратили свое существование. Их функции легли на плечи школьных психологов. Сказать, что не было результатов, нельзя. Были, но не такие, как в подобных центрах. Школьный психолог проводит групповые занятия, а здесь скорее личная откровенная беседа, нежели консультация. Впрочем, выбор, с чем связать свою жизнь – музыкой, программированием или медициной – всегда за ребенком. Родители поддержат, а специалисты таких центров постараются направить, дабы он не совершил ошибку. Лена Молчанова, Яна Мельниченко, Сергей Печерица. Новости. Гродно+. Новости. Гродно.